Вот, прошла недавно неприятная ситуация, значит, пишет мне парнишка. Вот такие у нас изменения прошли за полгода на ютубе. Ебать. Доброе утро, блядь. О, началось. Ну, сейчас, давай я, блядь. 400. О, маха, блядь, айка. Ой, загрузили тебе только что влог. Ну как, он еще загружается, обрабатывается. Вот здесь так для него ссылочка. Сейчас побежим продавать айтики. Конечно, момент очень смешной. Берет у нас их парнишка, ну, у которого размер ноги 37-й максимум, наверное, но берет он Адикиромы, у которых размер ноги 47-й. Нехило так угарнул, там стоял парнишка в свесоте кинзо и с патчем становил. Вот это сильная тема. Он еще так смешно общается и говорит молча. Скини фотку, что ты там находишься, там у торгового центра, а вдруг типа кинешь меня. Нет, вы в смысле? Доброе утро, пацаны. Огромное вам спасибо за такое количество просмотров, за такой небольшой срок на прошлом видео. Мне это очень приятно. Так, мы сейчас еще должны найти нашего карифана Матвея. Я что-то думал, что он будет ждать меня на остановке, но его и на остановке нет. Рабочий класс, если вот не зря же молоточки на затылке бил. Кстати, вложек у нас есть на канале, где я бил уже вторую татуировку на затылке. У нашего мастера, кстати, ссылочка на него в описании. Делает качественные работы, недорого и все красиво. О, кстати, недавно еще разыграли бесплатную татуировку и скоро будем идти ее и бить. Буду показывать. Пацаны, я потерял Матвея, Димана нету, интернета у меня нету. Короче, я сижу один. Матвей, ты где? А мне по душе улыбка до ушей. Улыбка до ушей, моя и корешей. Не знаю, что с ума схожу, почему их никого нигде нету. Что вы скажете? Рабочий день окончен почти. Осталось разровнять эту фигню, потому что я проиграл на Сузико. И домой. Наверное. А, я еще сгорел, кстати. Ну, блять. А, нас ебит, да не тебе. Вот она, сексуальная ножка, бля. Ах, какая отца. Сань, тебе нравятся ножки? В общем, сейчас только вот помылись, покушали. И сейчас бежим уже в центр забирать кроссовки на восстановление. У нашего дружище Светогоры. Вот, произошла недавно неприятная ситуация. Значит, пишет мне парнишка. Я не буду говорить имя, просто вот как факт расскажу. И поделюсь своими эмоциями о нем. В общем, пишет мне такой брат. Брат, привет, хочу взять у тебя кроссовки для своего другана. Я такой думаю, ну окей, базара ноль, если хочешь, бери. Договорились, он не смог в первый раз. На следующий день говорит, типа, давай так-то, так-то, еще раз встретим. А, я говорю, давай еще раз встретимся. Он такой, окей. Потом опять сливается. Потом пишет мне, нет, все-таки давай встретимся. А я в этот момент уже не мог. Я уже ехал по своим делам и так далее. В итоге он такой говорит, на следующий день он опять заходит в контакт и говорит, типа, окей. Договорились снова встретиться. В итоге прихожу я, а он не приходит. Прождал его, простоял. В итоге на следующий день он мне пишет, брат, извини, не смог. Короче, какая ситуация, ребят, если вы что-то уже хотите, ну, направленные покупать вещь, вы уж держите свое слово, а не так вот. Вот, потому что ситуация не очень-то есть приятная, потому что тратил свое время и деньги. А тут вот такой вот момент неприятный. Вот, еще, пацаны, зашел, сейчас прикупил себе одну тему. Ну, думаю, ну, кто знает, тот знает, как бы. А вот, а кто не знает, покажу ее чуть позже. Сейчас надо по-быльникам бежать уже по делам. Там прям сзади. Так, получается, ну, я почищу буст. Да. И вот этого, да? Да. Я понял, ну, ладно, без проблем. Тогда дашь денежку, как по факту уже. Все, инники забрали. Теперь идем домой, будем над ними трудиться. Надеюсь, если завтра будет хорошая погода, то еще мы будем с тобой завтра работать. Я на это очень надеюсь, потому что на обнову тебе нужно каким-то теперь будем макаром деньги собирать. Но, в принципе, у меня есть вещи на продажу, их выставлю тебе скоро. Так что заглядывай. От снег, как обычно, договоримся. Скидочки своим пацанам, как всегда, я делаю. Сегодня еще плотно утрамбовались. Там греча с этой, с котлетками. Сейчас будем собираться ехать. Вот так мне больше нравится. А, еще, дружище, хотелось бы сказать тебе огромный респектоз за то, что позадавал мне кучу вопросов. Чисто масло по сердцу. Я не знаю, как это вообще говорится, но пускай будет это так. Встретились с Матвеем. Ага, только кто-то не добежал до тралика. Мы сейчас будем ждать автобус и лететь. Здорово, пацаны. Тупо работаем, работаем. Ну все, пацаны, работа окончена. Как ты там? Как ты там, а? Я тебя люблю, братишка. Давай, нужна будет помощь, звони, пиши. Я там тебе, этот... Пакумыкаем с тобой, давай, брат. Давай, нас. Сейчас будем еще делать кроссовки, а какие увидишь чуть позже, которые мы как раз-таки и забирали. Тупо прилетел домой. И, пацаны, вы посмотрите на эту красоту. О, ма-гад, какая. Это сказка. Ну что, дружище, давай устроим ответы на вопросы. Ну и еще и будем с тобой немножко фоткаться для нашего инстаграма. Вот, кстати, ссылочка на него в описании. Там много моих фоток, движух. Ты пока располагайся поудобнее, заваривай себе чаечек, как я, и отдыхай. Сколько я сплю? Это нам задала наша подружка Марина. Сплю, честно сказать, я по-разному. Когда было учебное время, я не спал вообще толком. Ну, там, около 4-5 часов варьировалось вот это время. Особенно, когда видосы монтируешь, то это вообще не спишь. А так, стабильно, засыпаю в 11 в районе. Ну да, в 11, конечно. И встаю в 6 в районе того часов. Как связывается моя личная жизнь и чем я занимаюсь? Это вот вопрос от нашего кореша Димана. Диман, тебе огромный привет. Личная жизнь связывается, как обычно, не очень. Не знаю, что-то у меня все туго идет, но значит так надо. Надеюсь, у меня лицо не грязное, потому что я себе делал опять эту дурацкую маску, которую я тебе уже показывал в прошлом видосе, где я там ГБР-вит, сотрудник и все такое. Занимаюсь я все тем же. Это развитие группы, это видео, тренировки, работа. Все как обычно у меня. Вопрос от Юрия Дудя. Сколько я зарабатываю? Зарабатываю я убитые нервы, бессонные ночи, уставшие глаза. Ну и все в таком духе. А если честно, доходило максимально до 25-30 тысяч. Ну а сейчас, дружище, поменял свои взгляды по поводу денег и прочего вот этой всей темы. Для меня это не столь важно, что там вот прям парюсь по поводу вещей, бабки, 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 бабки. Как-то я стал ко всему этому относиться проще. Все-таки моя цель в этой жизни это оставить след неденежный, не оставить то, что я там много зарабатывал. А моя цель в этой жизни это все-таки изменить этот мир в лучшую сторону. Ну, знаешь, большие мечты маленького человека. Тем более, мечты тяжелые, а люди маловерующие вокруг меня. Как получится. Жизнь большая, даже год это уже много для жизни. Поэтому все, что в моих силах, чтобы изменить этот мир, я сделаю. А так, не жалуюсь, дружище. А я много и как бы и не прошу. Я не такой человек, что там, блин, мне нужно там куда-то в этот сходить, куда-то оттуда. Я вот сегодня после работы пришел, курочки бахнул, чаечко попил, кроссовки пошел восстанавливать. Вот и все. Я не хожу по кино уже года два, наверное. Но последний раз ходил с матушкой. И то потому, что матушка захотела. По кафешкам только если покушать, когда там по центру гоняю. Все. По поводу учебы учусь я на втором сейчас курсе в колледже Вазарова. Это терепец, там КТК, Калужский технический колледж на автомеханика. Точнее, техническое обслуживание и ремонт автомобиля. Как мои родители относятся к этому, к моей деятельности? К моей деятельности матушка относится с опасением. Потому что для нее это ново. И она не знает, как на это реагировать. Но в целом меня поддерживает. С отцом я не общаюсь, поэтому его мнение я знать не могу. Вроде все хорошо. Особенно сестра мной довольна. Так что, если ты смотришь этот видос, люблю, целую, обнимаю. По поводу моей деятельности. Самая дорогая продажа, честно сказать, Санек, я даже не скажу. Я особо за этим, ну и не слежу толком. Я просто делаю и делаю. Делаю то, что мне нравится и все. Это, да, раньше я считал, как это бизнес, заработок, заработок. А сейчас у меня просто душа к этому лежит и все. Совершенно по-другому я начал мыслить. В отличие даже месяца, полтора, два назад. Люди меняются, старина. И я меняюсь. Вот. Самые мои любимые педали, у меня их нету. Не знаю, пока еще не встретились мне те, от которых я буду прям в таком диком восторге. Что я буду аж писать кипятком от счастья. Но я помню, как я купил свои первые Мюнхены. Ну как, первые и последние. Вот тогда я был без ума. А так все педали по-своему хорошие, я тебе не скажу. В плане кроссовок я не однолюб. Я люблю все кроссовки. Каждый кроссовок по-своему хорош, по-своему красив. У него свои черты лица, так сказать. И в каждую обувь, в каждую вещь я влюбляюсь по-своему. По поводу развития, да даже не скажу тебе. Я просто хочу делать, я хочу улучшать качество контента, купить новую камеру хочется. Ну и все в таком духе. Просто идти вперед и не стоять на месте. За полгода на ютубе я очень сильно поменялся. В том плане, что я переосмыслил многие вещи и по-другому начал смотреть на мир. Я научился абстрагироваться от всех этих проблем. Научился просто быть самим собой на улице. Научился говорить правду и не бояться кого-либо и чего-либо. Из-за проблем с полицией, как у нас были недавно относительно. Я понял, что меня все-таки это не остановит и я буду двигать свою правду. Это дало много нервов. Да, потому что относишься к этому с душой, когда ты переживаешь. И по каждому видео, чтобы оно набрало просмотры. И больше людей узнало о том, что я делаю. Просто потому что в каждом видео я стараюсь говорить долю правды. И я пытаюсь мотивировать себя на что-то. И мне важно, чтобы каждый человек, который меня посмотрел, задумался такой. Блин, надо поднимать свою жопу и идти тренироваться. Надо помогать другим и в таком духе, думаю, ты меня понимаешь. Знаешь еще, что могу сказать по поводу Ютуба? Это не для всех, честно тебе сказать. Если у тебя не лежит душа к тому, чтобы идти по улице и говорить на камеру, когда на тебя смотрят толпы людей, такие, ты что, вообще ненормальный? Просто это надо любить изначально. Я тебе не объясню это, просто надо прочувствовать, серьезно. Вот такие у нас изменения прошли за полгода на Ютубе. Дальше будет лучше, я думаю. И запомню, деньги это просто бумага. И ее никогда не надо ставить выше себя. Не надо ставить заработок. Главная цель в своей жизни. Это не главное, поверь. Сидела спокойно, и тут мне пишет Ясик. Сань, вылетай. У нас тут машина, все дела. Ой, пацаны, мне завтра на работу. Какие машины, какие дела? Ладно, скоро буду. Андрей. Здравствуйте, сэр. Доброе утро. Сэр, молодец. О, охрана. Здорово. Здорово. Ой, айфон. Давай там. А где, Андрюшки? Я сидел, пил чай в трусиках. Серьезно? Да. А так всегда спонтанно все происходит. Да я заметил. Это ульфас? Нет. Вот и я. Хауту, пацаны. И чуй газку. Газку дай. Все. Все. Пусти руку. Ручничок. Блин. Ясик, притормозит. Пожалуйста. Да она первая не давать так газу. Бл***ь. Там машина сзади, стой. Подожди, отпускай газ. Сейчас будет еще веселее мужики. Сейчас мужика собьем. Аааа. Я скоро высыллю. Все. Чуть-чуть сказать. Да гони ты емный. Да не белый! Гони! 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 Я просто ясик. Ааа! Здравствуйте. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Все трюки выполнены профессионалами, не призываем к повторению этого всего Это все может привести к ряду вашего здоровья, так что не рекомендую И не советую, мы не призываем ни к чему, все трюки выполнены профессионалами, еще раз повторюсь Доброе утро, бля Это буст Это грязная замша Губка Очиститель Щетка Замша Смотри какая она сейчас тут, секунду Изи Давай делать дальше, остальное продолжим завтра Сейчас спать Завтра на работу Вот кстати моя обновочка старина Красуется, я уже не помню показывал тебе ее или нет, но вот такая она у меня Доброе утро, думал я значит что сегодня я буду отдыхать, поеду к пацанам, а хрен там два Мы теперь идем с тобой работать опять, вот сегодня доработаем, завтра завозы Вот еще поедем в Турно, в Туревино к нашему карифану Кастансину А еще с утра надевайся и теплее, то на улице погода плохая Прям очень плохая Еще знаешь дружище, очень приятно видеть, что новое видео уже собрало 350 просмотров, хотя прошло не так много дней За это я тебе очень благодарен и мне приятно видеть, что мои видео тебе нравятся и они начинают потихоньку расти, как и я и ты А еще, если помнишь, этим летом, в начале или весной, я не помню уж толком, я записал обращение к себе Вот, там я сказал себе пару теплых слов и передал тогда Передал тогда, что когда мне исполнится 17 лет, кстати это будет 17 сентября Я обязательно посмотрю это видео, посмотрим что изменилось и выполнил ли я то, что хотел Так, а сегодня нам надо будет вот эту вот кучу, так сказать, разбирать вот эту полностью, там траву чистить, вот это разбирать И сейчас еще покажу И вот здесь вот, большая машинка и здесь будет очень много песка с гравием, мы будем здесь это все ровнять, ровнять, тудынь, сюдынь Знаешь, вот это, наверное, утро, это прям вот ответ всем тем, кто думает, что у меня много денег и я живу слишком хорошо и красиво и богато и плюю на все и вся Плюю на... Жил бы я красиво и богато, я бы здесь не стоял, старина Опа! Всем доброе утро, пацаны, сейчас залетаем на барахолочку и бежим потом на секонд, на Вову Так что все, пацаны, ждите, жиданых вам уловов, а у нас пока только вот такой вот фиальчик от нашего кореша Сергея Кстати, кому интересно, он продает сейчас Asics и Gely Light 3, 3, вот, кому интересно, запишите ему вл.с, ссылочку оставлю в описании 44-45, пацаны, Саня, ма Бума Но она большая На, Шаннике поднялся Сергей, бред, не ляду С plan Using F Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ссылочка в описании, еще потом обзор сделаем Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok